МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24-летняя жительница Караганды более 5 лет пробыла в рабстве. О том, как ей удалось сбежать и как сегодня живет бывшая рабыня, расскажу вам я, Миром Гусалхимбаева. Из Караганды в Алматы за 2 часа накануне презентовали проект скоростной железной дороги. Жители Востока-3 возмущены отношением к себе исполнительной власти. В чем проблема? Посмотрите сюжет Сергея Высокосова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карагандинка пробыла в рабстве 5 лет. Екатерина Бабунова вместе с младшей сестрой и матерью попала в поселок Буркудакшетского района еще 15 лет назад. Сбежать из трудового плена удалось не всем. Миром Гусалхимбаева знает подробности. Без документов и возможности свободного передвижения Карагандинка находилась около 6 лет. За все это время девушка несколько раз пыталась сбежать. Однако рабовладельцы возвращали ее обратно. Поселок Буркудакшетского района находится в 17 километрах от станции Агадырь. Здесь всего три дома. Как рассказывает Екатерина, в одном из них жили хозяева, а еще два дома было местом жительства рабов. Там, получается, как бы вот горы, одни горы, и там стоят три дома. В одном доме живут хозяева, которые занимаются нами, а в двух, где живем мы, там помимо нас была еще одна семья. Но там нельзя было уехать куда-нибудь, вот ни в город, ничего. Со слов Екатерины Бабуновой, родители ее всю жизнь кочевали по поселкам. Выполняли черную работу, тем самым зарабатывая на жизнь. В неволю они попали, работая на хозяина. Рабовладельцы заставляли наемников не просто работать, а пахать от зари до зари. А именно пасти скот и доить коров. За малейшую провинность хозяева избивали рабов кнутом, а с женщинами совершали насильственные действия. Там сильно издевались, там просто может сесть на лошадь хозяин, просто тебя может плеткой сбить, камнями тебя может просто закидать. Если баран там ногу повредит, а это значит, что это ты барану ногу повредила, ты за это получаешь. Со временем состояние здоровья матери Екатерины стало ухудшаться. Сказывались тяжелые условия пребывания в рабстве. Изнурительный труд и плохое питание привело ее к смерти. После похорон девушка все-таки решилась бежать. 24-летняя карагандинка ровно месяц добиралась до города. Для этого Екатерина зарабатывала деньги, делая ремонт у незнакомого ей человека. А я как бы вот хожу, и я себе не могу сделать удостоверение. У меня требуют всякие справки, которые я вообще достать их не могу. У меня вот кроме тети, у меня вообще родственников никого нету. Вообще нету ни бабушек, ни дедушек, ни братьев, никого вот нету. Таким образом Екатерина осталась без документов, да еще и свидетельства о смерти матери ей не выдают. Пробыв пять лет в рабстве, девушка уже больше полугода обивает пороги вышестоящих инстанций. А в департаменте юстиции бывшую невольницу просили не указывать на то, что она находилась в рабстве. В министерство юстиции обращалась в прокуратуру. Там у него даже на этом листочке написано, что вот мне назначено время приехать к начальнику. Такое-то время. Я приехала, и как бы он мне сказал, что лучше бы про это вообще не рассказывать никому, потому что это нельзя доказать, что ты там была. Сотрудники миграционной полиции Октябрьского района пообещали оформить все документы девушки и решить вопрос с ее пропиской. Документы Екатерины возьмем на контроль, будем делать, как сказать, документы уже на изготовление отправим, соберем все документы, сотрудницу пригласим в Центр адаптации, чтобы временно ее прописали туда, чтобы уже не требовать от соседей объяснительное заявление, что подтверждение ее личности. Как отмечает Екатерина Бабунова, местные правоохранительные органы уголовное дело возбуждать не стали. Объясняют тем, что этот факт недоказуемый. Кроме того, участковый потребовал у карагандинки документы, в этот раз не удостоверяющие ее личность, а то, что она находилась в рабстве. Мирамгус Алкимбаева, Толегин Рашид Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Проблемы и проблемки накапливаются годами. Годами люди терпят различного рода неудобства. Жители «Востока-3» задались вопросом, будет ли когда-нибудь конец их дремучему существованию. «Восток-3» – ни пройти, ни проехать. В этом убедилась и наша съемочная группа. Прежде чем свернуть с центральной улицы в микрорайон «Восток-3», каждый водитель в уме просчитает, во сколько ему обойдется ремонт ходовой части. Здесь бы фильмы снимать про военных шоферов. Дорога явно ракадная, прифронтовая. Правда, линия фронта расположена на чиновничьем столе. Противостояние жителей «Востока-3» и их, чиновников, длится не один год. Эдакое осадное состояние, которое не может перерасти в активные действия. Когда еще сухо, еще здесь можно пройти. Когда весна или осень, здесь вообще невозможно. Мамочки с детьми вот в таких сапогах по колено, грязи, море. Пройти здесь абсолютно невозможно. И вот такая вот дорога идет до школы, до садика. И выход туда, вот именно там, где остановка. С 17-го дома там вывели асфальт на централку, замазали глаза. Даже таксисты, попадая в столь экстремальные условия, требуют дополнительной оплаты сверх тарифа и отказываются от заказа. Из-за антидорог случилось здесь несчастье. Скоро не смогла проехать и больной скончался. Думаете, это все? Вечером здесь кромешная тьма. Нет ни одного фонаря. Не сделать. Столбы-то есть. Они идут по всему востоку. Начиная вот от этого периметра и кончая. Вот они идут, вот они все столбы. Они стоят, но проводов на них нет. Для разнообразия букета несчастья автолюбители устроили мойку в местной речушке. Грязи после них не передать словами. Хотя мусорить приучились и сами жильцы. А что? Одной бумажкой больше, да одной меньше. Какая разница? Так, вот городские субботники у нас, да? Никто из людей не выходит, никому не надо. Зато вот кидать с этажей, кидают мусор. Вот так и живут они и прочие карагандинцы. Город один, а отношения к горожанам почему-то разные. Так же, мы точно такие же налогоплательщики. Где наши деньги? Где наши деньги? Больше даже слов никаких не хочется говорить. Почему такое безобразие? Где вот это вот? Ездят они на автобусе, наши кематовские работники проезжают. Их возят только по центральным улицам. Пускай они приедут на Восток-3, мы их встретим. Вот так мы и живем. Одной рукой реализуем государственные программы, другой не можем навести обычный порядок в собственном доме. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Привезся на рекламу, не переключайтесь. Далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Из Караганды в Алматы за два часа. В Казахстане планируют построить скоростную железную дорогу. Проект собираются представить на Экспо-2017, а накануне идею презентовали на первом заседании Научно-технического совета по развитию инновационных кластеров региона под председательством Акима области Баужана Аблишева. Члены совета будут рассматривать и обсуждать проекты, которые могут принять участие в международной выставке в Астане. Семен Болотник – директор архитектурно-проектного бюро на Научно-техническом совете с инновационным проектом. Ведущим ученым, представителям научно-исследовательских институтов и бизнес-ассоциаций была презентована новая высокоскоростная железная дорога, которая свяжет Астану и Алматы через Караганду и Балхаш. Скорость движения поезда свыше 400 км в час. Сделать этот проект не просто рядовой высокоскоростной дорогой, которая есть во многих странах мира, а уникальной, которая позволит связывать города Астану и Алматы за 20 часов. И в целом проект очень имиджен для республики и поднимет туристическую возрасте. То есть здесь можно ожидать и большой плиток туристов. Еще два проекта, предложенных архитектурно-проектным бюро, касались изучения альтернативных источников электроэнергии, в том числе создания архитектурной формы, пальмы, электростанции. Таким образом мы видим, как листья, вовнутые и внутрь, захватывают ветровые потоки со всех направлений и направляют их в центр, в стержень. В стержень уже установлена турбина, которая вращается от силы ветра. А вот институт «Градиент-проект» предлагает инновации в сфере строительства. Компания разработала новую конструкцию фундамента, обеспечивающую высокую несущую способность строения. Сейчас существуют ленточные фундаменты и свайные фундаменты. Щелевой фундамент содержит в себе достоинства и тех, и других. То есть он как ленточный пространственная конструкция и как свайный фундамент работает по боковой поверхности. Таким образом большая часть грунта участвует в несущей способности. По итогам заседания Кимобласти поручил рассмотреть вопрос о создании фонда для финансирования инновационных проектов. Я считаю, что очень хорошая фундамент, площадка, где мы должны это обсуждать. Неважно, кто к какой идее приходит, мы должны это все выслушать, мы должны обмениться мнениями. И именно ваш опыт, который у вас есть, производство, наука, идея, концепция, оно в купе, я считаю, что у нас тот результат, который мы не хотим. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Депутаты ищут хозяев ничейных коммунальных сетей. Эта проблема остро стоит уже много лет. Чиновники по сей день ею занимаются, но результаты оставляют желать лучшего. Сегодня состоялась очередная 18-я сессия карагандинского городского маслехата. Здесь же подняли вопросы прошедшего топительного сезона, а также гласили имя депутата, который подал в отставку. Все подробности у нашего корреспондента. Депутаты городского маслехата на очередной 18-й по счету сессии. На повестке дня сразу несколько вопросов. Пора горячих батарей давно закончилась. Итоги подводят по сей день. По словам чиновников, отопительный сезон прошел удовлетворительно. И это не считая того, что только на ТЭЦ-3 за этот период произошло более 50 отказов оборудования и несколько крупных аварий. А к депутатам не раз обращались негодующие горожане с едва теплыми батареями в квартирах. Согласно договоренности между ТЭЦ-РАУЗБ и ТЭЦ-ТРАЗИТ-Караганда за оказанные некачественные услуги населению несоответствия температурному графику за декабрь месяц 2012 года был произведен расчет на сумму 3 млн 225 тыс. тенге. Между тем, ряд решений и постановлений постоянных комиссий городского маслехата остаются неисполненными. К примеру, карагандинские депутаты, начиная с 2005 года, не устают поднимать вопрос о создании комплексного плана теплоснабжения так называемых малых поселков. Однако данный документ чиновники пока так и не разработали. Осушать подвальные помещения по заявкам депутатов также не спешат. Злободневным по-прежнему остается и вопрос передачи на баланс бесхозных сетей. В настоящее время в городском маслехат поступают жалобы карагандинцев на оказание качества предоставляемых коммунальных услуг и отказ услугодателей производить ремонт на этих сетях по причине естественной бизнес-хозяйности. Ответное слово держал заместитель Акима города Кайрат Бегимов. Алгоритма передачи бесхозных сетей на баланс компаниям услугодателей пока нет. Парировал замгородоначальника. А значит, этот вопрос так и остается открытым. Харанда Су является частью коммунального, частью ККС. Если теплотранзит мы можем предоставить, ККС нет. То есть пока схемы для выделения средств законы нет. Тем временем депутатские ряды поредели. Свои полномочия сложил депутат по 30-му избирательному округу Александр Сергеев. Заявление об оставке было подано в связи с его назначением на новое место работы и отсутствием возможности принимать участие в работе городского маслехата. На очередной сессии также заслужили отчеты по выделению средств из бюджета в сферу образования. В окончании собрания был оглашен обновленный состав комиссии по реализации программы «Доступное жилье-2020». Ирина Камышова, Тулеген Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области выпускников психологически готовят к ЕНТ. Чиновники от образования посещают районы области и разъясняют старшеклассникам о процедуре проведения единого национального тестирования. В Ухажираусском районе накануне проверили так называемую генеральную репетицию сдачи ЕНТ. 11-классники поселка Батакара, что в 50 километрах от областного центра, накануне экзамена последний раз проверяют свои знания, полученные за школьные годы. В преддверии важного экзамена для школьников провели генеральный прогон ЕНТ. Все для того, чтобы выпускники привыкли к обстановке и не волновались, говорят психологи. Пробное тестирование проходит ежегодно. В этом учебном году его провели в сентябре и сегодня. Это заключительный этап перед самим ЕНТ. Я считаю, что выпускники подготовлены неплохо. Чиновники от образования разработали целый план мероприятий по подготовке выпускников региона к единому национальному тестированию. На семинары пригласили опытных психологов, которые вели живую беседу с учащимися. Здесь же школьники могли задать интересующие вопросы касательно процедуры сдачи ЕНТ. Сама наша цель данного мероприятия именно психологически подготовить выпускников, чтобы они уже с именно позитивом, с боевым настроем вышли на едином национального тестирования. Мы ознакомливаем с процедурой ЕНТ, с технологической инструкцией, а также теми новшествами, которые проводятся в этом году по формате ЕНТ. На базе Бухаржираусского отдела образования и физической культуры находятся 35 общеобразовательных школ. Более 311-ти классников прослушали лекции и прошли пробное тестирование. Здоровые дети – здоровая нация. Этот постулат доказывать не надо. А вот специализированных педиатрических центров у нас в городе явно не хватает. Совсем недавно открылась клиника Миреи, а уже все родители города поняли, насколько полезен такой педиатрический центр. В клинику Мирей приходят, приезжают с разных концов города. Здесь совсем другое отношение к маленьким пациентам, нежели в общих поликлинических структурах. Здесь работают врачи высокой квалификации. Здесь можно получить квалифицированную помощь практически по всем детским заболеваниям. Медицинская аппаратура только самая современная. Магнитотерапия, лазерная, инфракрасная – все эти процедуры благотворно влияют на оздоровление в процессе лечения. УЗИ-диагностика помогает выявить патологии на ранних стадиях и у детей, и у взрослых. Мы в нашей клинике принимаем достаточно большое количество пациентов. Наши возможности не ограничены. Врачи работают с утра и до самого последнего пациента. Мы мамочек ждем, всегда рады оказать медицинскую помощь. Медицинская аппаратура усовершенствуется практически каждый год. Самые новые технологии в лечении лор-патологии применяются в педиатрическом центре «Мерей». Физиотерапевтический кабинет внушает уважение. Без специального технического образования и не понять сразу, для чего предназначены те или иные аппараты. Когда говорят о повышении качества медицинского обслуживания, то невольно думаешь о педиатрическом центре «Мерей». Мамам очень нравится наша клиника, так как у нас нет очереди, нет взрослых, которые детки могут спокойно и поиграть здесь, больше уделяется внимания им. Но аппаратура аппаратурой, а личное участие врача в профилактике заболеваний просто необходимо. В клинике «Мерей», учитывая актуальность аллергических заболеваний, в век урбанизации и экологических проблем, решили открыть аллергошколу. Здесь будут обучать, как правильно питаться аллергикам, как вести себя в быту. Программа рассчитана на 10 занятий. Занятия будут проводиться начиная с июня, во второй и четвертый, четверг месяца. В час дня специально мы выбрали это время, удобное, если родители работают, то в обеденный перерыв они могут подъехать сами со своими детьми и прослушать курс занятий. Современная медицина – это сплав профессиональных знаний, базирующихся на современном оборудовании и новейших технологиях. Так и работает педиатрический центр «Мерей» в Караганде. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась премьера театральной постановки «Кызжибек» в особой народной лирико-эпической структуре. Режиссер Дина Жумабаева представила классическое произведение в новом формате. Как оценил постановку карагандинский зритель, расскажет Мирамгуль Салкинбаева. Быты события в новом произведении «Кызжибек» меняются местами. Отвергая старую драму, построенную на событии, режиссер Дина Жумабаева развернула действия пьесы в ней и помимо событий. Помог ей в этом Кайрат Кемалов, который исполнял роль «Жирши». Роль «Бикижана» и «Кызжибек» сыграли известные карагандинские артисты Улжас Абдрахманов и Дина Заитова. А в роли Толегена был столичный актер Бауржан Сурапаев. С «Астаны» по моей просьбе пригласили на роль Толегена Бауржана Сурапаева с театра «Коншпайл». Я хочу сказать, что это для него огромный опыт, то есть обмен некими такими какими-то вещами, то есть творческий. Мы обменивались и ребята, которые поддержали актеры театра «Стакина Сейфулина». Поэтому им огромное тоже спасибо. Вообще всем актерам спасибо. Эпос «Кожжибек» имеет не много и не мало 16 вариантов. Выбрать самый лучший из них было непросто. Непросто было и донести до зрителя смысл слов, которые используются в премьере, рассказывает Дина Жумабаева. Для меня это очень сложный материал был, потому что это народное произведение. То есть мы ставили не по любрету Габита Мусрепова, а именно эпос сам, народный фольклорный эпос. Миром Гусал Кимбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин